здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы с вами поговорим о луке севке потому что пришла очередь это овоща идти на градку идти на посадку значит что необходимо знать для того чтобы иметь хороший урожай последствии товарных крупных луковиц ну первое мы будем выбирать сорт почему будем выбирать сорт потому что лук севок бывает как острых сортов так и полуострых и даже сладких сортов поэтому соответственно мы определяемся со вкусом следующих причина что необходимо обратить внимание форма луковицы кому-то нравится луковицы вот вытянутые уже носилки незаметно а кому-то нравятся плоские тем более что плоские луковицы очень хорошо лежат поэтому поселку соответственно уже в будущий размер луковицы можем определить выбираем луковицы следующий критерий что необходимо помнить очень обязательно значит размеры размеры луковицы если под зиму мы садили лук меленький диаметром до полутора сантиметров такую как бы и овсюшку как называется то сейчас в весеннюю пору мы будем высаживать другой немного севок можно конечно высаживать овсюшку но заметьте что как бы корневая система будет более слабенькая и луковицы соответственно крупная она не даст ваши луковицы будет размером где-то ну 3-4 сантиметра в диаметре и где-то ну вот 40 грамм 30 грамм весом всего лишь более крупный севок даст и более крупную луковицу какой севок считается оптимальным для посадки и своего опыта замечу что лучше всего высаживать севок размером от полатора до двух с половиной сантиметров такой лук как бы дает сюда очень крупную хорошую луковицу который может в весе достигать и 150 и даже 180 200 грамм поэтому обращаем на это внимание размер севка играет впоследствии на размер луковицы далее что необходимо помнить что некоторые могут брать погнаться за луком севком более крупным более двух с половиной сантиметров диаметре ну тот лук который называется выборок ну знаете что если такая луковица крупная начали может заложиться цветочная стрелка и поэтому гарантируя что вы получите все товарную луковицу очень очень непросто чаще всего вас вырастает цветочная стрелка поэтому этот лук как правило используется для выгонки на перо поэтому определяйтесь надо вам товарная луковица или надо вам перо луком ну что-то дальше определились купили севочек например потому что как бы уже никто не выращивал самостоятельно мы все покупаем ну а дальше мы начинаем смотреть начинаем этот севок перебирать перебираем этот севочек беру мы отделяем сухие проросшие луковички мы их выбраковываем ну на зелень где-то мы что проросшие можем посадить ну на посадку на луковицу их уже не садим потому что не факт что они нам дадут хорошую луковицу отобрали все такой непригодный материал и после этого как бы я советую я тоже пользуюсь этим неоднократно лук севок я просушиваю просушиваю батареи где-то там где-то 40 градусов получается вот или как на воде котла ну смотрю по температуре подвесил мешочки и два дня двое суток этот лук я буду просушивать что дает такое прогревание лука прогревание лука севка дает то что он потом не будет стрелковаться прогрели наш лук готов посадки а вот какие сроки посадки будут оптимальны для лука севка своем предыдущем ролике я уже сказал что начинать посадку лука севка в открытый грунт можно при величине азима чеснока 10 12 сантиметров чем позже вы будете высаживать нас каждый день дает потери урожая урожайность будет резко снижаться поэтому не ждите теплых майских дней но для условий белоруссии конечно я рассказываю чтобы посадить лук севок лук севок чем позже вы высаживаете у мая тем он меньше дает урожай луковиц то есть и суммарный урожаю гораздо меньше поэтому садите тем более что необходимо учесть такой очень момент интересный что корневая система лука лучше развивается при пониженных плюсовых температурах пониженные плюсовые температуры способствует тому что развиваются хорошие корни а соответственно он даты хороший урожай ну конечно просто так бросить лук почву это было бы не совсем правильно мы все знаем от прогревания как защищает а шейковой гнили ну на луке могут быть и другие болезни могут быть и мушнистая пероноспороз могут быть и другие значит что я сделаю перед тем как выставить мой лук почву значит я его обрызгаю препаратом профит триходерма профит я в обрызгаю все луковички для того чтобы создать защитную пленку значит я буду под лук носить только органику одна треть ведра на один метр квадратный я еще в почву добавлю древесную золу золу нельзя добавлять с навозом потому что на кабуле потери азота есть но спирогном она вполне допустимо заделаю золу это будет кабы питание для и хорошее вызывание моих луковиц для посадки лука сявка делаем рядочки расстояние между родами 20 сантиметров лук сявок в роду высаживаем 8 10 сантиметров между между луковичками реже не надо потому что эта площадь вполне достаточно для его питания подкормки уже минеральными удобрениями различными и также зашита от болезни там как полив это сам полив нашатырным спиртом с мелом я уже буду давать последствия наш для моего лука сявка если вы сделаете также вы получите очень приличный урожай хорошего здорового лука и главное экологически чистого чего вам и желаю до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова